Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы прочитаем вторую главу «Песни песни». Предыдущая глава заканчивается в декорациях храма, или, по крайней мере, дома жениха. И следующая реплика невесты нас перемещает в поля, как будто невеста говорит, что мне не совсем уютно быть в царском дворце, я по своему происхождению от земли, и для меня ближе лона природы, поэтому она зовет его выйти в поля, и начинает свою реплику такими словами. «Я нарцисс Саронский, лилия долин, и жених ей вторит, что лилия между терными, то возлюбленная моя между девицами». Нужно иметь в виду, что лилия, которая упоминается в Библии, не совсем похожа на привычную нам лилию, она красная, поэтому в другом месте будет сказано, что губы невесты алые, как лилии. Это растение также называется анимон, они расцветают ранней весной, и поэтому эти реплики жениха и невесты нас возвращают в кратковременный сезон весны, когда вдруг все просыпается. И что же это означает «Я нарцисс Саронский, лилия долин»? Лилия – цветок очень поэтичный, и мы встречаем его в Евангелии. Не случайно Христос, когда преподносит урок величайшей мудрости, кротости и какой-то невероятной роскоши, указывает на эти растения, которые не сеют, не придут, но одеваются настолько прекрасно и роскошно, что царь Соломон во всем своем великолепии не сравнится с ними. Лилия – это цветок, с одной стороны, очень скромный, он быстро отцветает, он смертный, как и мы с вами, но вместе с тем он обладает этой невероятной красотой, изяществом. Поэтому невеста говорит «Я лилия долин». И жених сравнивает ее с другими возлюбленными, и жених сравнивает ее с другими девушками, как лилию среди термин. Его возлюбленная все равно, что лилия среди чертополоха или других колючек, ее не спутаешь ни с чем, она единственная. И заканчивается этот диалог, это кантаты любви, моментом, когда они забываются в объятиях друг друга. Но перед этим невеста сравнивает своего жениха с яблоней. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей». Опять же, образ яблони немножко отличается от того образа, который у нас ассоциируется с этим растением. В Палестине яблоня – это очень редкое растение. И действительно, это тот редкий случай, когда яблоня расцветает весной, и она абсолютно прекрасна, когда она в цвету. И этот цвет обещает, что будут осенью плоды. Поэтому яблоня прекрасна и весной, и осенью. Это означает, что она прекрасна всегда. Это образ такой жизни, которая прекрасна и в цвету, прекрасна и в пору плодоношения. И находясь в стране изгнания среди других лесных деревьев, под дубравами, где приносятся жертвы языческим богам, невеста вспоминает об Иерусалиме и тоскует по той яблоне, в тени которой ей прекрасно сидеть и отдыхать, и плоды ее приятны сладкие гортани. Хотя яблоня не отличается тенью. Дуб дает густую тень, и мы можем понять, но в тени яблони под палящим солнцем ты особенно не отдохнешь. Но это не имеет значения, потому что в данном случае это не просто какое-то банальное дерево, но это образ возлюбленного. И в его тени прекрасно сидеть и отдыхать. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь». Совершенно изумительный образ. Царь водит в свои чертоги, где накрыт стол, где приготовлена брачная ложа. Это и есть дом пира, какие-то внутренние покои царя. «И знамя его надо мною любовь». Еврейский текст здесь допускает несколько возможностей перевода. С одной стороны, любовь становится как развернутый штандарт. «Знамя надо мною любовь». Но одновременно это можно перевести как войско, как непобедимая армия, которая наступает. И любовь, она также необорима, она также опасна и всесильна, как армия в бою со знаменами. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Образы вина и образы яблок мы уже видели выше. Вино — это всегда больше, чем просто вино. Яблоки — это больше, чем просто яблоки. И кажется странным, что человек, душа, которая изнемогает от любви, просит только увеличения этого огня, этой страсти, как будто единственное противоядие от любви есть только еще большая любовь. И момент их объятий описывается очень выразительно, и вы легко можете себе представить эти объятия. «Левая рука его у меня под головою, правая обнимает меня». Но если отвлечься от образа обнимающихся возлюбленных, эти стихи в христианской традиции иногда относятся к изображениям Божьей Матери с младенцем. Потому что в христианстве образ Божьей Матери очень часто и в богослужениях, и в иконографии связан с образом возлюбленной и с песней песней. И заканчивается первая поэма как будто антрактом. Жених обращается к публике или к хору, хороводу девушек, подруг невесты, которые, может быть, находятся в этот момент в соседней зале, с такими словами. «Заклинаю вас, тщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Конечно, мы здесь легко себе представляем образ невесты, которая уснула в объятиях жениха, и жених лелеет ее сон, и поэтому заклинает, настойчиво просит всех, кто в этот момент находится в зале или в соседней комнате, или тот, кто читает текст, быть очень осторожным с любовью. Любовь – это то, что должно остаться чистым, свободным и неуловимым. Именно поэтому здесь возникает удивительный образ молодых животных. Серны и полевые лани – это образ особой грации, хрупкости. Эти животные исчезают, как только почувствуют приближение человека. Точно так же и любовь – это как мимолетное чувство. Оно должно оставаться всегда чистым и свободным. И начинается следующая поэма, в которой продолжается тема взаимных объятий, созерцание друг друга. В предыдущей поэме невеста как будто видит и созерцает в глазах своего возлюбленного собственную красоту. Она говорит «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Опять же мы видим эти удивительные образы хрупкости, грации, свободы. Молодая серна, молодой олень. Трепетные, быстрые животные, которые легко перепрыгивают через холмы, горы. Таков и возлюбленный образ молодой, чистой любви. Голос возлюбленного напоминает о том, что голос возлюбленного – это нечто большее, чем просто голос. И в общей символике этой сцены мы увидим, что голос – это то, что мы воспринимаем на слух и проникает в нас, и касается прямо нашего сердца, и нас пробуждает. Другое дело – это то, что мы видим. Видим глазами. И здесь возникает вот это единство. С одной стороны, некая внешность, то, что нам видимо, и то, что проникает в нас, независимо от того, смотрим или не смотрим, голос звучит в твоем сердце и пробуждает в тебе новые чувства. Возлюбленный начал говорить мне. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. В Библии всегда удивительно звучит глагол «встань». Потому что, с одной стороны, это, конечно, означает встать, если ты сидишь или лежишь. Но в поэзии и в словах Иисуса Христа это всегда больше, чем просто пробуждение или жест, когда мы встаем. Это слово означает воскресение. Те же самые слова произносит Христос, когда воскрешает дочь Иаира. «Встань», то есть «проснись», «воскресни», «тебе, говорю, девица, встань». Как будто в тот момент Христос цитирует песнь песни и произносит эти слова «талифа куми». Куми – это всегда результат какого-то божественного действия и божественного поглуждения. Поэтому голос возлюбленного не просто волнует сердце невесты, но пробуждает в ней нечто большее. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, голос горлицы слышен в стране нашей, смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Мы оказываемся в сезоне весны. Это очень мимолетное время года в Святой Земле. Оно длится всего не более двух недель, и ее почти не замечаешь. Просто вдруг все пробуждается в природе, пробуждаются голоса, ароматы, пробуждается сердце человека. И не зря весна в нашей традиции тоже связана с Пасхой. Пасха – это тоже весенний праздник, это пора пробуждения, которая одновременно зовет человека проснуться к какой-то новой жизни. И поэтому этот образ цветущей природы отражает то, что происходит в душе человека. Это замечательный прием и некий зов Бога к чему-то большему. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». В этой фразе еврейский текст допускает очень интересную двусмысленность. В переводе сказано «выйди», но если быть более точным, то сказано «вернись к себе». По-настоящему это и есть образ покаяния. Покаяние – это означает прийти в себя. «Вернуться к себе, если вдруг ты шел по какой-то дороге и потерял правильный путь, вернуться, возвратиться, прийти в себя». И этот образ какого-то воскресения, какого-то пробуждения связан с возвращением к себе и одновременно с возвращением к жениху. «Именно возвращаясь к себе, она встретит жениха». И далее мы опять встречаем образ голубицы. «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Образ голубицы – это образ народа Божия, это общераспространенный образ. Вместе с тем голубица, горлица возникает в тот момент, когда Христос принимает крещение на берегу Иордан. И, конечно, это символ Святого Духа, дыхание Бога. И как будто мы возвращаемся в первый день творения. Дух Божий, который летает над безднами хаоса, как голубица летает над своим гнездом. Здесь образ горлицы, которая прячется в ущелье скалы. Это трепетное, чистое животное, которое находит себе кров в ущелье или в стене плача у Русалимского храма. Но поскольку она здесь названа «голубица моя», то этот голос звучит как некое заклинание. По крайней мере, ей уже будет не страшно выйти, потому что тот, кто ее зовет, называет ее по имени. И она для него – это та, кто прекрасна и чей голос сладок и приятен. Поэтому рано или поздно эта голубица выходит навстречу своему жениху, образ народа, образ души, образ Святого Духа. И там, где расцветает весна, там, где деревья в цвету, там, где голубица выходит из своего укрытия, и любовь торжествует, этот сезон чрезвычайно уязвим. Его легко может омрачить несчастье, беда или зло. И в следующем стихе возникает тень этого зла. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши цвету». Что же делать с этим злом, которое вдруг проникает в наш виноградник? Единодушно святоотеческая традиция видит в этих лисицах и в маленьких лисенятах дурные помыслы. Лукавые помыслы, которые способны разрушить внутреннюю жизнь человека, отнять покой. Это могут быть сплетни, это может быть гнев, это могут быть какие-то печальные или сладострастные помыслы, которые отравляют праздник. И если виноградник в цвету вдруг кто-то испортит, то значит не будет урожая. Это значит, год прожит напрасно. И поэтому лисиц и лисенят нужно ловить и обезвреживать, пока они еще молоды. Как только помысл входит в твое сердце, нужно его сразу же обезвредить, обезглавить. То, что святые отцы называют «наступить на голову змея», потому что если у змеи отсечь голову, то остается палка, как говорят святые отцы. Поэтому лисеняты – это образ такого лукавства, зла, которое внешне может быть и невидимо или кажется невинным, но беда, которую они могут принести, совершенно может оказаться катастрофической. С другой стороны, лисы – это такое животное, которое исчезает, как только почувствует присутствие человека. Поэтому для того, чтобы побеждать лисенят, для того, чтобы их обезвредить, просто нужно быть рядом, присутствовать. То, что в нашей традиции называется бодрствование, хранение сердца. И заканчивается эта глава опять песней объятий. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилию, докуда день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор». Здесь опять мы узнаем знакомые, привычные нам образы полевых линий. Полевых лилий молодого оленя. Возникает образ вечера. Приближается вечер, тени удлиняются, скоро настанет ночь, и возлюбленная тревожится. Где же ее возлюбленный? Она его зовет, чтобы он вернулся к ней. Возвратись, возвратись ко мне, но на самом деле это и твой дом, возвратись к себе, и будь подобен серне или молодому оленю, потому что любовь, опять же, невозможно пленить, невозможно принуждать, она должна остаться свободной. То, что в нашем переводе переводится как «расселенный гор», в других переводах переводится как «расселенный бетер», некоторые переводчики предпочитают не переводить это название, потому что действительно в этом слове «корень» означает некую расселенную, нечто, что рассекают или долину. Некоторые переводы предпочитают здесь бальзамические горы, которые возникнут чуть позже. Но о чем бы ни шла речь, только жених и невеста знают, что это за горы, где они. Это место их заветной встречи, это место, где они, может быть, совершили свои первые свидания. Все остальное остается для нас тайной. На портале «кзагет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.